Тренер Кесурин Олег Петрова Анастасия Как подготовка к Олимпиаде идет у вас? Все ли в порядке? Как спортивная форма Анастасия? По плану ли? Травмами не беспокоиться? Это у нас второй сбор уже здесь В настоящем форма спортивная находится в тех пределах, как и планировали То есть тот результат, который мы подняли весной Это ее личные рекорды 95 рывок и 115 толчок В принципе удалось сохранить И вот так как вето, нервы Очень большая ответственность на девочки И выходить на новую форму Нежелательно эти килограммы, которые мы набрали Они как бы, если судить по прошлым играм юношеским Они как бы, ну, это медальные килограммы, скажем так Поэтому будем всячески стараться ее сохранить И прибавить тут уже не удастся Тут немножко остается Будем осторожничать, чтобы, не дай бог, не вылезла какая-то травмочка В принципе, пока что все нормально Будем надеяться на то, что последнюю неделю Приключительная перед выездом Тут уже, как бы, тоже не планируется никаких высоких нагрузок Потому что нужно спокойно делать свои работы Работу, ту тренировку, которая планировалась Нужно просто выполнять и не думать о каких-то сверхзадачах Чтобы сохранить и форму, и здоровье Конкуренция серьезной была? Ну, мы как бы... Варианты были? Или вот вы только одни единственные? На основании каких-то стартов у вас выбрали? Нет, ну, как показывает 2014 год в СЛБ в этой весовой категории Самая сильная спортсменка из всех Это Козлова Александра и Петрова Анастасия В принципе, те результаты, которые они показывали На предварительных соревнованиях, примерно равны Ну и по две девочки рассматривались на поездку 63, но мы пока что до конца-то не уверены, что именно мы Но пока что в заявке последняя тренировка показывает, что немножко сильнее Мы все-таки все отборочные старты, которые были, вот как мы прошли Это и Россия, и Европа у прошлого года Но самое главное, что мы выступили на России И уверенно выиграли Ну, успехов вам! Спасибо! Анастасия Петрова, одна из участников юниорских Олимпийских игр Анастасия, как проходила подготовка? Все ли было просто? Много ли труда приходилось выкладывать? Ну, труда, конечно, было же много Тяжело было, конечно, скажу Вот, готовились, наверное, больше года После Европы начали Ну, Европа у нас была в сентябре прошлого года Вот, сразу после нее стали готовиться на Олимпийские игры Ну, что этому предшествовало? Старты российские? Ну, соревнования были Приходилось заказывать, да, каждый раз? Да, у нас была Россия в марте Там выступило на 6 подходов Потом сборы у нас проводились также в Бельгроссии Ну, в марте, в феврале точнее даже Вот сейчас сбор проводился И еще сбор был у нас в июле Вот Летом, конечно, тяжелее тренироваться Вес упал сильно Вот, стараюсь набирать Ну, я думаю, вы все в одинаковых условиях Да, все в одинаковых условиях У всех вес Каждому тяжело, каждый вес теряет Ну, результат вроде не стоит на месте Стараюсь держать его Ну, немножко из биографии Просто мы юниорок плохо знаем И в интернете мало информации Там максимум Город, где родился И год рождения можно найти А больше нет Вот, как пришла спорт? Каким видом спорта еще занималась? Ну, спорт меня привел как бы отец Он меня занимался для себя Вот А ним у меня с тренером Как, можно сказать, я шутер Вот, мне как-то отец привел Вот Я сначала просто смотрела, как он занимался Во сколько лет? Потом решил попробовать Лет 8 он меня привел Вот, я позанимался, наверное, года два Потом Вот у меня был перерыв Потом снова пришла И вот, наверное, лет с 10 Начала уже заниматься профессионально Ну, как Ну, по сей день, да Много сил прикладывать Начала заниматься уже тяжелоатлетикой Вот Конечно, я не знала, что дойдет до такого уровня Аж сначала были только область там Максимум, куда я бежал на Россию То я там была то 11-я, то 10-я То есть не все хорошо складывал? Да, сначала не все хорошо Были уже какие-то такие Может, мысли, может, забросить тяжело Потом уже, когда стала, может, выиграть Россию Потом взяли на Европу Ну, сначала сборную взяли, потом на Европу Вот Потом узнал, что можно попасть на Олимпийский, юношеский Понятный у меня стимул Даже мотивация Вересла и Втянулась, реально сказать, даже тяжело А вот когда тебе объявили, что Ты поедешь на Олимпиаду Не отлегло? Не опустились, так сказать, руки? Нет Вот все, я достигла Просто так зашкаливал, можно сказать Да Или наоборот, двойные какие-то усилия там Давайте прибавим Давайте побольше поднимем Да, мотивация, конечно же, у меня появилась Прямо хочется даже Не то, чтобы принять участие Хочется туда попасть в призы Хотя бы третий стать Вот Ну, буду, конечно, стараться Все, что от меня нужно, я постараюсь сделать Удачного выступления Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok